Привет друзья! Сегодня на обзоре ПТ 10 уровня Америки Т110Е3. Подписчик уже давным-давно попросил меня сделать на него обзорчик, и вот только вчера руки дошли, выкупил я этот аппарат и немного на нем поиграл. Давайте посмотрим на броню данного Е3. Нижний лист 200 мм, приведенки здесь в районе 310 мм. По сути для 10 и 9 уровня это уж не такая броня. В ЛД, само собой, здесь она практически никогда не пробивается. Маска тут 700-600 мм, тоже такого не было замеченного, чтобы она когда-то пробивалась. Как и щеки, здесь тоже броня за 400-500-600 мм. Есть вот такая вот тоже бровь. Раньше, когда-то она, я помню, она пробивалась. Сейчас же ее здесь залатали 400 мм. Кумбашинка также 340 мм. В принципе, большая приведенка имеется. Но, ребят, непонятным образом меня вот шили, ребята, знаете куда? Сейчас я вам покажу. Вот в эту точку. Вот тут как раз таки 305 мм и сюда голда 10 и 9 уровня заходит. Так что, ну, конечно, выцелить сюда сложно, но можно. Также пробивается крыша. Если танчик наклоняется чуть-чуть вперед, просто кидаем ему сюда и здесь 75 мм, конечно же, легко данная крыша пробивается. Ну, как легко, тоже раз через раз. По сути, борт, ну, американский, картонный. Тут 150-160 это рубка. Ну, и корпус 44 мм. Конечно же, все это дело пробивается с борта легко. Ну, и корма, соответственно, также. 38 мм. По оборудованию поставил здесь досылатель, турбинку и новую эту экспериментальную оборудку. Комплекс улучшения выживаемости. На Т2 у меня она улучшена. Давайте посмотрим на полевую модернизацию. Само собой, как я и сказал, выпупил я только вчера и ничего не смог такого прокачать. Давайте посмотрим, что здесь есть. Первый модуль ставим на прочность ходовой. Здесь мы выбираем либо круг сведения, что, скорее всего, надо данной ПТшке, ну, потому как, ну, потому как. Ну, вот и все. Вставим второй модуль. В третьем слоте можно поставить на обзор. Четвертый тут у нас, что, я даже не смотрел. 3% времени заряжания, 2% запаса мощности, защита экипажа от ранения. Ну, наверное, все-таки перезарядку мы будем брать. Здесь именно вот этот второй модуль. Перекомпоновка БК. И последний уже, пятый модуль. Здесь 15% скорости ремонта ходовой, мощности двигателя, максимальной скорости назад. Ага, ну, тут, наверное, все-таки надо первый модуль взять, либо вообще ничего. Тут уже можно решать самим. Ну, наверное, первый будет предпочтительное для данной ПТшки. Давайте параметры. Обзор. 385 метров. ПТшка очень слепая. Незаметность. Практически 14. Не подвижен в состоянии. 9 идей в движении. Конечно же, ее нету. С мобильностью также не все гладко. 13.06. Удельная мощность. Максималка 29 вперед, 11 назад. Ну, вперед. Вроде как она еще более-менее едет. Назад вообще нет. И вот если мы здесь будем ставить, то это будет вообще 8 километров в час назад. Так что тут надо подумать, вообще, в принципе, стоит ли вообще что-то здесь ставить. ХП-шек 2130 единиц. Ну, чуть меньше, чем хотелось. Но все равно этого вполне достаточно. Параметры орудия. 750 разовый урон. Пробитие 295 на базовых снарядах. Все это, конечно же, замечательно. Перезарядка орудия 14 секунд. Чуть больше. Углы вертикальной наводки минус 8 плюс 16. Лучше, чем на Е4. Горизонтального угла наводки по 8 градусов. Вообще, ПТшка, в принципе, влево и вправо не может смотреть. Так что нужно очень часто корпусом двигать. Ну и получается, что у нас. Так, это мы пока уберем. Время сведения 2.5. Разброс 0.34. В принципе, для такой дурынды нормально. Но, как я заметил, пушка довольно-таки косая. Все-таки сводиться нужно до конца. Средний урон минуту 3139 единиц. В принципе, неплохой ДПМчик у нас на уровне. Но вот снаряды летят медленно. Основной 870. Голда 1088. Да, чуть побыстрее, но тоже не рекордная скорость. Ну, вот такие вот у нас параметры. Я поиграл на ней мало, чтобы прям делать такое объективное мнение. Но все равно, что туда я скажу. Ладно, поехали в бой. Сегодня, наверное, также я сыграну пару боев. Покажу сегодняшнюю мою игровую статистику. Вот я сегодня 10 боев сыграл. На ней 3184 единицы урона среднего дал. Немного, но хоть что-то. Вчера это было вообще забей. Я, по-моему, вчера вышел со средним, по-моему, 2300 или 2100. Что-то такое. Ну, вообще, вчера тоже не шло. Сегодня как-то более-менее. У пёс с девятками, ну, 2 рты все равно 10 уровня имеется. По сути, вот честно, не знаю, куда и ехать. И вот замечен мой, и именно вот минус данной ПТшки, на многих картах ты просто не понимаешь, куда тебе двигаться. Потому как в основном данная ПТшка, это ПТшка как раз-таки одного направления. Если ты поехал и не угадал, ты не настрелял. И вот тут я, честно, не знаю, что делать. Ехать вниз стоять? Ну, блин, честно, не хочется наверх ехать под арту, тоже не хочется. Что делать? Ну, блин, давайте вниз поеду. Я не знаю, честное слово. И вот с такими вот проблемами я сталкиваюсь на ней практически постоянно. Если карта не маленькая и не закрытая. Спасибо, тебе же надо быстрее встать на этот пригорок, да? По сути, когда я выкупал данную Е3, я был убежден в том, что она лучше, чем Е4. Потому как Е4 мне вообще никак не понравился. Я с него сниму все модули, нафиг сниму экипаж. И пускай он стоит вообще до Пасхи у меня пылится в ангаре. Ну, не хочу на нем играть. Лучше же Е3 для меня стал? Ну, по сути, да. Тут, конечно же, такая же самая проблема, что брони по сути нету. Да, она есть в рубке, она есть в маске, но нижний лист пробивается, по сути, как и пробивался вообще всеми. Что у Е4, на что у данной ПТ-шки пробивается нижний лист вообще легко. Интересно, можно будет здесь пострелять в кого-нибудь? Не, Хори зашкерился. Ну, вот арта просто мешает очень сильно. Она ее теребонькает, и Хори больше, скорее всего, не выйдет. 704-й. Само собой, никогда в жизни не засветится. Где он? Тут только одному богу известно. Может быть, когда-нибудь и поедет Хори. Захочет пострелять в моего 268-го. Стоим, ждем. А что еще делать? Вроде как ПТ-шка штурмовая, а вот на этой поганой карте я даже и делать не знаю, что. Ну, можно было, не знаю, может поехать как-нибудь так, 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 так. Но это очень долго, и не факт, что я там кого-то либо встретил, еще к тому же. Угу. Хей, наигрался. Красавчик. Ну, по сути, вот он, бой, скорее всего, на нас с одной-двумя тычками будет. Я ничего не буду вырезать. Как есть, так и буду показывать. Поехал, неправильно. Ну, поехал, поехал, вот и все. Ну, 268-вариант 4, ты, конечно же, офигенную сделал глупость. Зачем ты поехал именно наверх? А я и Хори-то не высвечу, вот в чем прикол. Ну, ладно, надо отъезжать. Скорее всего. Ну, или нет, вроде КПЗ наверх поехал. На ней нету такого, знаете, уверенности, то, что ты вот поедешь и все отобьешь. Вообще нет. Меня стоковая девятка Type 61 на стоковой пушке в 240 урона пробивал в нижний лист с расстояния 350 плюс метров. Понимаете, в чем дело? Ну, нету такого прям вот, знаете, прям вот танк, прям бронь, бронь. Нет, это не 268-вариант 4, который нижний лист там танкует все, что в него не летело бы. Да, там есть дальномер эти рога, но все равно. Ну, где-то же здесь фашина стоит. А Хори вообще уже уехала. Ну, наверх тоже ехать нельзя, там КПЗ. Если, если КПЗ убьют наверху, то как-нибудь, как-нибудь можно попробовать проехать. Попробовать черненький зарядить, да может быть, тут фаша прострелить. А вдруг он здесь стоит? Давайте маленечко отъеду. Нет. Не стоит он, Тат. Он зашкерен, но ушко тоже не поехало. Но ее понять можно, она не может девятку пробить, в принципе. А я вообще ничего не могу делать. Ну, это все. До конца нужно сводиться и давать шестерону на танке 10 уровня. Ну, спасибо, что хотя бы в маску стрельнул, не пробил. Уже замечательно. Кстати, как на ней танчить? На ней вперед-назад нельзя танчить, ребят. Только влево-вправо, вот так вот. Потому что, если вы так делаете, вот видите, как вот так вот я делаю, но я оголяю свою крышу ватную. Поэтому так делать не надо. В первое время я на это пару раз поймался. Ух ты, да-да, ладно. У меня Е-75 высветил. Ну, нельзя ехать. Так или иначе нельзя. А вдруг он где-нибудь здесь стоит? Блин, вот что делать? Вот, понимаете, вот... Ну, вот просто карта такая, я не знаю. Кобра убила Кобру. Уже Т-30 поехал, а я все стою. Ну, окей, сейчас же просто в борт поучу от Паша. Ну, вот, пожалуйста. Вертуху просто даем. На 802 урона. Так, танкуем с доворотом. Пытаемся, точнее, это делать. А вот хрен его знает. Ну, конечно. Так, ладно. Забрал я блайндоса данного... ...мужичка. Надо ехать дальше. 1400 урона, 900 на света. Как вам? Я считаю, это победа. Может, наверх поехал. Мне, скорее всего, тот... Подожди. Леоперт. Ну, пока я сведусь, он, скорее всего, уже... ...смотает. Нет. 190. Ну, спасибо за альфу. А может быть, 261-го этого убьешь? 430. Ух. А нет, ты молодец. Ты Паша убил. Ну, Фош и тебя. А это другой Фош, да? Так, ладно. Давайте-ка, наверное, ББшечку какую-нибудь сюда пристроим. Ауле. Может, он стоит? Нет, не стоит. Я еще засветился. К тому же, обалдеть. Ты. Ух ты. Ну, конечно, недобитая фуфло коричневая сейчас меня просто закидает. Куда пробил? Ну, просто в лючок, понимаете. Там, где 700, 400, там, сколько там, 450 миллиметров, да? Пош на голде. Кумулятивы-то у него, конечно, жесткие. Ладно, давайте, заряжу. Последние четыре снарядика. Черненькие. Знаете, кстати, что я нашел у этого Е3? Прикиньте, у него тоже черненькие снаряды, как у Е4. Тоже 375 миллиметров пробития. Прикиньте. Оказывается, не на Е4-м только есть черненькие снаряды, а еще у Е3-го. А я не знал, кстати. Я думал, только у Е4-го голда есть. А оказывается, ноу. Еще и здесь. Так, кранвеган. Вот и леопард. Отлично залетела. Так. Да жесткий ты какой светлячий леопард, а. Так, кранваган стандарта убил. Это очень хорошая новость. А вот и помоечка еще одна. Так, Кабрятинка убегает. А может быть и убьете Кабрятинку-то, нет? Бибру-то надо убивать, ребят. А кто это у нас такой красивый едет? Это французский фошек. 695 льфы. За весь бой я дал только больше 700 один раз, да? Обалдеть. Так, а почему вафлипазик? Ты не видишь ее, что ли? Так, нормалды. Ну и все, остается одна Хари. Да, бой долгий, конечно. Но, знаете, хотя бы растащили. А вдруг поедет вниз? Ну, хотя вряд ли, конечно. Подожди, а где она? А, вот она. Ну ладно, хотя бы 400 еще урона. Ну вот, 3, что там? 3 700 получается, да? Там же я, по-моему, шотного забрал. 704. Ну и с такого дерьмового боя 3 600 вытащил. Нормально, натанковал 2 700. Ну, как говорится, свое ХП отбил, и это уже отлично. Я прям доволен, если честно. Мастера пока что еще на ней не взял. Конечно же, досадно. Ну ладно. Так, что там? Да, 3 800 даже получилось. Чуть-чуть побольше. Эх, ничего себе. Лучше танк игры сколько накидал? 5 400. 49 процентов. Ну, нормальный игрок. Такс. Ну ладно, давайте еще боечек сыграну. Эрленбургер, штурм. Ага, я предотвращаю, да? 4 тяжика имеется. ПТ-шка штурмовая, ПТ-шка штурмовая. Ну, может быть, даже что-то и смогу накидать в городе. Но это не точно. Такс. Вот не знаю, почему. Может какая-то болезнь головного мозга у меня случается, когда я сажусь на этого Е3-го. Мне прям хочется стрелять именно этими черненькими снарядами. Вот казалось бы, ну тут же можно пробивать все ББшками, но на нем прям хочется пробивать. Вот прям вот надо на нем пробивать, потому как перезарядка все-таки, ну, долгая, само собой. Так, слава тебе, Господи, хотя бы на этот замок кто-то едет. Из-за стэшек это уже хорошо. Прикрытие Хори-3. Ну, блин, Хори-3 на прикрытие, это, конечно же, отлично, но она бы, наверное, была пополезнее в городе. Ну, хотя у нас в городе нормальная фаза, 705-й, ВЗ. Кстати, вот почему-то последнее, ну как почему-то, просто играя на ВЗ-шке, 55-е последнее время, ну так, немного, конечно, там побоют, там, 3-2 за день. Ну, что-то так прикольно, мне на нем нравится так играть вообще. Ну, все-таки офигенный, офигенный аппарат. Не зря он у меня в фаворитах, среди тяжей пока что. Так, вот фаза, по-моему, сделал глупость. Что ворвался туда, не надо бы этого делать. Сейчас его Е100 будет просто фармить. Спокойненько. Минус танк 9 уровня у нас, да? Ну, как бы, сам... Ой, надо пробивать, говорил он. Надо хорошо всовывать противника, говорил он. И не пробил Е100 в борт. Хорбой. Отъехать, 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 отъехать. Не надо на него, ну, не надо ехать на него, подожди. Ну, принято. Принято и едет, блин, принято и едет, да? Ну, это я как дебил стрель. Ну, прикольно, кстати, да, нормально. Нормально, нормально, а еще артовод на 280. Ну, подь так. Пробивается он через каток вообще хорошо, Е3. Нету такой, знаете, прям уверенности в том, что ты танканешь катком. Нартовод достали уже. Отступи, отступи. Не надо тебе на него ехать жопой. Так, здесь нельзя пробить, да? Можно было попытаться, но... Хочется прям на Верочку кидать. На Верочку кину. Верочки, на Верочки кину. Ну, вот что можно с этого 705-го? Ну, стой ты, просто прикрывая 268-го, вариант 4. Что ты лезешь? Что ты лезешь? Да уж. Оказалось бы, бой должен был лучше быть, чем на Утесе. Но нет. Еще хуже оказался. Замечательно. Почти 8 соток. Прилетело, пацану. А, ты переехала, помойное ведро? Прикольно. Ты уже там, да? А, все, это слив. У нас Т-95-ка на базе стоит. А что делать? Ну, придется максимально, максимально пытаться стрелять. Хотя бы Е100-го забили. Палками. Как же здесь хорошо было бы, если Т-95-ка поехала бы с нами. Эх, кабы да кабы. Проснись. Наверное, я его разбудил. Судя по тому, что он стрельнул. Ух ты. Блин, бедная, бедная, бедная ВЗ. Вся двойка. Прикольно. Офигенно. Офигенно делаете, пацаны. Т-X. Ну, кажется, ситуация патовая. Ладно. Вроде бы не все такое плохо, печально. На. Покури, постой. Сейчас прострелит сучонок в борт. Ну, если я еще тычечку одну дам, я буду очень и очень и очень счастливым танководом. Ну, потому как больше, скорее всего, вряд ли получится сделать. Минусить надо противника, вот в чем поз. Покури. 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 Отлично. Покури. Покури. было эх да господи 5 вот что можно посмотрите что делать это 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 гадость коричневая просто уничтожает она просто изничтожает 62 меня убьете гриля к 95 . приехал да ты же мой сладкий прикинь как с тобой было бы здесь просто выдать этот бой и времени бы не так много бы ушло глупый 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 челдобег убить нету мама нет да так коричневые создания теперь я за вами медленно но верно раздавать и давайте на ход не кидайте давайте не ждете и смотри ладно 95 так 62 там живет продолжает жить x может где-нибудь здесь засветится так а чё ходе давай уже езжай опасно конечно я делаю но умру так умру господи скорее всего догадая скотина он там и так и стоит в это он он заго в том акаулке он там здесь надо было чуть подождать все таки зря поехал ну ладно давайте уже в ангаре встретимся так господа все закончилось вторая степень нормально кстати второй по урону хоре нормально там накидал красавчик почти 6000 сделал ладно давайте пару слов они третьим если сравнивать его вот этой вот помойкой т110 и 4 способа пострадать а то само собой дан танчик намного лучше на на фоне него он просто какая-то имба имбущая конечно же как не было брони такую нету по сути но хотя бы можно танкануть вот этим местом иногда что-то даже танкует и само собой в лючок но увидели да что в лючок все-таки пробивать дан танчик конечно очень злобными кумулятивами там очень злобной голдой но все равно это не ультимативная как раньше была у тоже в ней место ну а нижний лист само собой пробивается всеми борт я вообще молчу но так или иначе хоть это танчик и что-то там может даже танкануть по 2000 там в среднем можно на нем там полторы вытанковывать за бой что уже очень даже хорошие показатели по пушке претензий но как вроде как и нету но все равно она косоватая нужно сводиться прямо до конца снаряды то падают то летят выше но это само собой это американское вот это вот орудие оно такое себе нужен все-таки подход к этому всему нельзя на не торопиться по мобильности ну понятное дело на 95 играли все знаем что танчик все-таки медленно да не такой конечно медленно но все равно танчик по сути одного направления ну ладно полутора направления все-таки чуть-чуть да мы можем сторону то сместиться так или иначе но во всем остальном все-таки до намного лучше чем е3 новое и 4 но как бы особого такого я кайфа на нем не испытал на нем играть камни конечно же веселее но не более того прям чтобы прям на нем наигрываться заигрываться я не хочу все-таки медленной медленно вращается вот это вот без рубки и все в этом духе поиграть можно но недолго такое если выбирать между этим этим само собой я хоть этого сейчас хоть сейчас могу продать он мне нафиг не нужен в ангаре он я вот просто сейчас всему обычный даже модули сниму нафиг и все экипаж уже у меня на другом танке уже тысячу лет как и уже на другом танке и все а на этом я конечно еще еще покатаю возьму там отметочки может быть одну-две возьму мастеросика и тому подобное а сейчас давайте ребят я опять же мы сделаю сделаю слайд-шоу для вас какие бои я наигрывал без записи так господа узрите самый первый бой который сыграл сегодня 46 урона один фраг стрельнул один раз и самый низкий нижний по урону ну это бой конечно же был сыгран на карте офигенской лайфокс просто потерял направление потерял время и ничего не настрелял следующий бой уже прохоровка на ничью был сыгран и здесь у меня конечно же я прям воодушевился 7046 урона три фрага принципе бой прям достойный но очень долго 15-минутный все-таки было время когда настрелять конечно же бой хороший все-таки 7000 не каждый день делаешь третий боем также победа точнее просто победа 3440 урона в принципе тоже неплохо в топе по урону нахожусь был бой сыгран пол десятки нормальная карта какая еще раз эль-халуф но эль-халуф для него более-менее еще опять же смотрите лайфвокс и опять поражение тут хотя бы я выбрал правильное направление поехал в нужное место накидал 4600 поражение но бог с ним зато хотя бы накидал карта опять же повторяюсь лайфвокс бесполезная по сути по как по мне следующая аэродром поражение один выстрел и труп принципе тоже данная карта поначалу когда была переменена переделана и точнее она игралась хоть как-то интересно сейчас же все такая же старая никчемная карта под названием аэродром хоть вообще в принципе выводи ее из игры следующая ласвель тоже поражение практически 3000 накидал на ну по сути просто проиграл проиграл потому что нас зарашили запушили у меня в принципе исправить союзников то и не было кроме этого маикса никого следующий у нас жемчужная река первый бой у меня с восьмерками и 4100 урона выдал просто поехал по центру потому как не знал что делать потому налево направо поедешь никого не будет все ты потерял направление потерял время и потерял урон тут я поехал хотя бы поставлял 4100 урона это хорошо следующая эрлинберг штурм 2300 хоть и победа но получалось ни по кому не пострелять как-то не было ни тяжей в городе никого пока доехал до противника уже всех убили ну хотя бы 2300 не ноль же потом идет в тундра даже первую степень насыпали хотя 3081 урона сделал она надо наковал смотрите 3000 там такая прям знаете ожесточенная была битва там против меня был по моему супер конь яга это также был и 3 где он а он вообще нифига не сделал на ну там было по кому пострелять и получилось хотя бы 2000 накидал потом этот бой мы уже видели с вами утес 3800 ничего нового и последний бой эрлинберг неплохой тоже 4400 тоже мы его посмотрели в общем такие вот я бои сегодня наиграл и общем не получилось 12 боев 8 побед 3 345 и того у меня за все время за два дня 2 919 урона среднего на нем имеется возможно я точно не буду говорить но в трешку я может быть и выйду на нем но это не точно но если даже сравнивать 2 2 432 урона на и четвертом но это небо и земля господа вот и вам и результат какой танк нужно выкупать какой нет все таки вот эти ваши вот блогеры знаменитые супер киберспортивные но верить им как говорится ваше дело я говорю то что танчик просто фуфло ладно господа надо закругляться тем большущие спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии обязательно жмите колокольчик добра и здоровья вам покедова